Садовые и дачные товарищества Садовые и дачные товарищества Садовые и дачные товарищества Первыми воспользовались программой жители Садового товарищества «Прелесть». С помощью субсидий им удалось проложить асфальтовую дорогу, о которой они мечтали уже давно. Каждый год мы подсыпали эту дорогу, мы ее выравнивали, мы проходили, мы за ней следили. Но сказать, что, конечно, щебенка или гравий – это все равно не асфальт. Город нам откликнулся, поддержал нас, мы за это благодарны. Но мы думаем, что мы не остановимся на том пути, которым мы остановились. Мы будем развиваться, мы будем процветать, и мы действительно будем той прелестью, которой примером будем для всех садоводческих участков, скажем, кооперативов. Одной проблемой стало меньше. Теперь товарищество намерено наладить водоснабжение. Кстати, на эти цели субсидию получит садовое объединение «Оптрон-2». Вода здесь доходит только до половины участков. Но уже в этом году ситуация должна измениться. Финансовый вопрос очень серьезный, поэтому мы обратились, и вот, слава богу, нам дали 50% нашей стоимости, нашего проекта, и вот проведем водичку. Буквально через дорогу от «Оптрона» находится садовое товарищество «Икар», где тоже своих проблем хватает. С помощью городской субсидии жители собираются построить здесь трансформаторную подстанцию, потому что главное, что их беспокоит, это перебои с электричеством. Мы в этой зиму, можно сказать, плакали с дачниками. На издыхании были, потому что уже забыли, что такое чайник электрический включить. Лишь бы только отопительный какой-то прибор, потому что с семьями живут у меня много, с маленькими детьми живут. И вот решили, как-то людей прибавилось, и с того года решили потихоньку сами, большую часть мы уже сами сделали, высокую уже построили, документы подготовили. И вот попросили у города, слава богу, нам помогли на это самое дорогое, это ТП. Мы все пенсионеры, нам денег, у нас мало денег. А город, если половину у нас получается, что мы в состоянии что-то сделать благодаря городу. Так проблемы жителей садовых товариществ постепенно решаются. Всего на помощь им из бюджета города было выделено 5 миллионов рублей. И эта работа будет продолжаться. По словам главы города, в следующем году на поддержку садоводческих объединений тоже будут предусмотрены бюджетные средства.